Приветствую всех любителей рыбалки Мы с вами вновь приехали на водоем И снова ловим рыбу Ну и у нас очередная серия про рыбалку На этот раз я в Татарстане Мы приехали к компании Из четырех человек компания Мы рыбачили здесь на нескольких водоемах В нескольких точках Сначала мы хотели поехать в Астрахань Но с Астрахани у нас не получилось Потому что с точки зрения Времени там И дел домашних, всего прочего Так что вместо Астрахани мы поехали в Татарстан Поехали в Казань И вот в окрестностях Казани рыбачим Первый день мы были на Мёше На той реке, на которой в прошлом году я хорошо карасей поймал Там же сазан обычно очень хорошо ловится в мае В начале мая Но на Мёше Во-первых, была очень похолодная, дождливая погода Во-вторых, Мёше еще грязная и мутная И сейчас я вам покажу Что представляла из себя Мёше В тот день, когда мы приехали Это была наша первая рыбалка здесь Естественно, мы ничего не поймали Вообще не было ни одной поклевки Ни у кого Ни на фидер, ни на поплывочную удочку На второй день мы поехали В поселок Титеево Там есть платник А есть бесплатный заезд Хотя я тоже не понимаю Что там за платник Как он вообще может быть Этот самый платник С учетом того, что там Ничего не облагорожено Просто какие-то люди умные поставили шлагбаум И собирают деньги за въезд Ну, так или иначе Титеево Это где-то километров, наверное, 50 От города, от Казани Там порядка часа езды Это место находится на Волге Ну, там не само русло Волги Там Волжские заливы И вот там ребята хорошо поймали карасей Там штук, наверное, 20 Коля, который рыбачил все на поплавок Он там очень много красноперки поймал Много отпустил Там уклейка, платва В общем, все такое Я же поймал 4 карася И, в общем-то, был этим доволен Что касается места Где я нахожусь Вот сейчас я вам покажу Поверну камеру Смотрите Вот он, Свиярск Это остров Град Куда много экскурсий ходит Там церкви и все прочее Город, который Ну, там с древних времен Сейчас это большой туристический центр в Татарстане Его благородили за последние лет, наверное, 5 Очень много рыбаков О, клюет Давайте попробуем Посмотреть, что там есть у нас Ну, не знаю, я все-таки Да, в слабину, наверное, рыба сошла Боюсь, что... Да, похоже, ничего нет Я леска просела, пока я убирал камеру Ничего я не вытащил Место просело Пока я доставал камеру И рыба сошла Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая у меня оснастка Это обычный, по сути, фидерный монтаж Который был куплен в магазине Я сам ничего не вязал Ну, вообще, хотел просто поэкспериментировать Работают эти или нет Вообще фидерные монтажи Ну, как выяснилось, что они вполне себе работают В плане карасей И в плане всего прочего Вот как-то так это все и выглядит Редактор субтитров А.Егорова А вот здесь рыба есть, по-моему Или нет Есть вот такая небольшая плотвичка Ну, кстати, вода очень-очень маленькая Вот такая рыбная Вот такая рыбная Вот что у меня Ну, вот там даже лещ есть Ну, под лещи Ну, кстати, вода очень-очень маленькая Видимо, там на Волге где-то спустили Воду опять на плотине И, кстати, это очень плохо Потому что щука та же Некоторые другие виды рыб Уже от нерестились И много... Когда вода ушла Спустили воду Малек, соответственно, весь погиб Местами там где-то на метр На полтора вода ниже Чем обычно в это время года Я не знаю, для чего так сделали Но явно о природных ресурсах Никто не думал И надо... Понятно, что браконьеры Это тоже плохо Но плохо и вот такие вещи делать По сути, в этом году Весь Малек, он практически погиб Потому что просто спустили воду Кто-то решил, для чего это нужно было Все через одно место А камень воды вообще нет На Волге нет Свиягован и то Здесь обычно только узенькая дорожка Сейчас покажу Вот там автомобильная дорожка Когда нормальное количество воды Только эта дорожка То есть на берег Здесь вот так Очень проблематично встать Чтобы тут машины стояли Чтобы тут можно было Разложить удочки и все прочее Обычно Тут очень плотно все А сейчас Тут можно загорать Шезлонги поставить и все Клевала рыба Но по-моему она сошла Нафиг Да Ну нет, посмотрите-ка Вот такая Еще одна Торожка Торожка Так, я замешал только что новый прикорм, очередную пачку. Много потратил за этот раз. Вот такая Дунайс премиум универсальная прикормка. Мы посмотрим, как она здесь будет работать. Вообще, мне нравятся прикормки, которые производит эта компания. Вот на таких же мы в свое время и плавали в Свиярск. Там пристань, рудник, по-моему, называется. Последний пристань перед Свиярском. Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, есть. Кажется, поймал. Вот еще одна рыба, друзья. Посмотрите, вот. Только что ее вытащил. Эх, только не запутай мне тут. В общем, все здорово. Продолжаем ждать поклевок. Еще, может быть, часик-полтора порыбачим. Может быть, побольше. Посмотрим, как будет настроение. Всегда надо ориентироваться на настроение. Мне так кажется. В любом деле. Не только в рыбалке. В общем, ладно. С 25 уже разделся. С утра было на мне, так, наверное, 10. Сейчас 25 градусов. Жара. Ну, клев реже стал, чем с утра, естественно. Ну, все равно неплохо, я считаю. Посмотрим, что тут у нас. Там опять дно ее нацепляет в том месте. Даль, какой раз. Ключа. Ну, как? Нормально ли еще? Да. Отлично. Отлично. Хотя, поначалу показалось, что там никого нет. Там нет. Вот какого леща только что вытащил. Фу, круто. В этом году, конечно, такого здорового еще не ловил. Фидер все-таки вещь, да? Согласитесь. Я вот люблю такую рыбалку. Мне очень нравится троллинг. С которым я по-настоящему познакомился только в Астрахани, в прошлом году. Ну, и, в общем-то, фидер тоже мне очень понравился. Я считаю, что это очень хорошее. Сейчас мне нравится гораздо больше, чем поплавок. Раньше, кроме поплавка, особо у меня ничего и не было никогда. Но сейчас, вот видите, есть возможность, я путешествую, снимаю. Вот еще ударчик. Или нет. Кажется, кто-то есть. Какая-то небольшая рыбка. Но, тем не менее. Я ее поймал. Конечно, камера. Все я не смогу показать на камеру, потому что у меня всего один аккумулятор. Но. То, что смогу показать, то покажу. Остальное уж, ну, тогда потом вставлю. Потом вставлю фотографию. ПО. Вставлю фотографию. Вставлю фотографию. Конечно, я Siemka. Расскуют. Как вы ими. вот еще одна еще